Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и сегодня я с вами хотел бы поговорить о том, как прошел этот год для Иксбокса, затронуть The Game Awards и поделиться с вами не очень классными наблюдениями по поводу того, что ждет Иксбокс. Да. Перед началом видеоролика, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и разминайте пальцы для того, чтобы писать свое мнение в комментариях. Хочу, кстати, сразу поблагодарить за то, что многие со мной до самого утра смотрели The Game Awards, от души вам большое спасибо, я надеюсь, вам все очень понравилось. Смотрели мы его, кстати, с переводом на русский через Яндекс.Браузер. Новым взглядом на предстоящие игры. Короче, спасибо, что смотрели со мной шоу, ибо я без вас бы, ну, точно бы уснул. Начну с того, что я уже давно являюсь игроком консоли Иксбокса, и если же с 360-го это был просто какой-то, наверное, подростковый период, где я попросту играл и не знал, как устроена игровая индустрия, так называемая игровая кухня, вообще не знал, кто там пообещал что-то, то с анонсом Иксбокс Ван я начал за этим наблюдать намного детальнее и чаще. Активно следил за новостями, читал их, следил за слухами, и в целом это продолжалось после даже выхода. Было создано наше сообщество, кстати, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, на группу ВКонтакте, и, кстати, в Телеграме сейчас идет розыгрыш, где вы можете выиграть любую игру, да, ссылочки будут в описании. И в те годы, хоть и не особо удачный в финансовом плане для подразделения Иксбокс, я был действительно рад многим анонсам и вещам, которые предлагают игрокам, и, знаете, действительно видел прогресс и развитие самой консоли. Новые функции, анонс обратной совместимости, подписки, несмотря на провал Иксбокса, он действительно развивался. Я искренне болел за них и желал, чтобы они становились еще лучше, и, чтобы вы понимали, я все еще этого желаю и пытаюсь верить, что это все-таки произойдет. И, как вы понимаете, у меня большой опыт за слежением Майкрософтом, за подразделением Иксбокс, и, к тому же, у меня целых два игровых кресла, поэтому, ну, вы должны мне как-то доверять, что ли. И вот на дворе 2022 год, и, казалось бы, вот он, Иксген, который все ждали, да. Если же во времена просто Иксбокса, там у него были реальные проблемы по типу дизайна консоли, да, кто-то к этому придирался, была проблема с производительностью 720p и так далее. В общем, проблем было дофига, за что его не полюбили. И вот, казалось бы, выходит Иксбокс Сериус, и у него все хорошо. И цена, и мощь, и куча студий, которые, по идее, должны делать игры. И, честно, я, кстати, очень готовился к выходу нового поколения, потому что это шанс все-таки выстрелить, рассказать о новой консоли. И, наконец-то, что самое главное, быть на стороне победителей. Ведь Иксбокс, на самом деле, в последние года очень сильно как-то, знаете, набрал обороты в плане поддержки аудитории. И теперь, вроде как, никто не должен писать, что, блин, почему ты купил говно? Потому что во время Иксбокса писало дофига такого. Я, кстати, верил Филу, как многие сейчас ему верят, ибо его предложение в году 2017, по-моему, тогда вышел геймпасс, действительно было нечто новым и инновационным в игровом плане. И капец, как это повышало лояльность. На самом деле, Майкроссов, по большему счету, остались реально верны своей стратегии, за что респект, и до конца ее гнут. А заключается она, кстати, в том, чтобы эксклюзивные игры выходили в день релиза в подписку. По факту это происходит и сейчас, но тут лучше все-таки посмотреть, как прошел год. И если на него посмотреть, то официально он, к сожалению, не очень. Вы можете бесконечно хвалить недавно вышедший Пейнтемент, говорить о том, какой же смысловой и офигенный вышел Скорн, легендарный Crossfire X, нет, конечно, Crossfire X легенда, еще та, да, и хвалить прочие эксклюзивные подобные проекты, но стоит признать, что в этом году Иксбокс объективно просто был слабее своего главного конкурента, именно PlayStation. И да, кстати, Иксбоксу нельзя сказать, что у него там игр не было. Это неправда, игры были, но здесь правильно, наверное, вопрос поставить такой, что какие это были игры? Я не знаю, как вы, но я бы точно их не приписывал бы к тем играм, ради которых бы я советовал брать консоль Иксбокс. Или как-то за них гордиться, что вот, на моей платформе вышел Скорн, обязательно поиграть, ну не знаю, у меня такого вообще как бы желания не возникает говорить. Почему, кстати, многие к эксклюзивам, как и в принципе я, относятся к таким, знаете, более серьезным подходам? Ну, потому что эксклюзивы это лицо игровой платформы, визитная карточка. Как бы вы ни хотели, но эксклюзивы это либо смысл покупки консоли, либо приятный бонус к этому. И только очень странный обладатель консоли не будет радоваться тому, что на вашу консоль выйдет какая-нибудь клевая игра. И такие игры, они важны для платформы, в любом случае, как ни крутите. Если вдруг они вам не нужны, то смысл тогда там, не знаю, радоваться купленным студиям, смотреть летние игровые шоу, где как раз-таки показывают те самые эксклюзивы. И что касаемо этого года, то Microsoft своим игрокам просто выкатила низкобюджетные проекты, в то время как их конкурент для своих игроков выкатил Gran Turismo, Horizon, Бог Войны, Stray, Sifu. Все эти игры, они вам могут не нравиться, вы можете их и дальше хейтить, ваше право, конечно. Но если выдать базу, то, во-первых, они все-таки вышли в этом году на платформу конкурента. Ну а во-вторых, если судить в общем плане, то PlayStation для своих игроков предоставила больше хорошего эксклюзивного контента, который еще удосужился многих наград по сравнению с тем, что сделал Xbox, и это опять же к сожалению. Мне эта тема, как и многим неравнодушным отмечу, давно следящим за этой ситуацией, не дает покоя, скорее всего, из-за несостыковки ситуации в Microsoft. Microsoft это огромная компания, у нее очень много студий, это не Vice MC Company, который пытается там делать игрули. У них очень много денег, возможностей, технологий, но они почему-то выкатывают нам на самую мощную консоль подобные игры. Они, кстати, вправе существовать, как и все остальные, и может для кого-то это действительно интересные и классные проекты, и как многие говорят, они как раз-таки для того самого разнообразия, за которое топит Microsoft. Я бы с этим подходом был бы полностью согласен, если бы это разнообразие шло бы в перемешку с AAA проектами. Но если взглянуть на то, что вышло в этом году, то это либо дискобюджетные проекты, либо проекты не для всех. Меня сейчас, наверное, многие осудят, скажут, вот, опять этот Нормис требует AAA проектов, да когда же он угомонится. И когда я подобным слышу, я на самом деле не понимаю, в какой момент стало зашкварным играть и просить AAA проекты от большой компании. Особенно тогда, когда ты обладаешь самой мощной консолью в мире. Я не знаю, как так сложилось, но почему-то в умах у многих в последнее время реально стал играть в AAA проекты не круто, как-то низко что ли. Ой, типа, фу, вот это Гудофор говно, опять кусты, я лучше поиграю в Скорн и поразмышляю о том, что там имелось в виду. Многие, как и я, не против таких игр, а наоборот, за разнообразие. Просто очень странно, что это разнообразие не распыляется на AAA проекта, особенно если учитывать положение Microsoft. Но нет, почему-то заедлые защитники хотят смотреть лишь в одну сторону и в ту, которая им больше нравится и которая побольше бы оправдала их покупку. На самом деле, я в последнее время даже считаю, что те самые называемые Billy Boy отчасти вредят самому Xbox, поскольку могут оправдать любой опсер. И когда они не поднимают темы с отсутствием виртуальной реальности, с оптимизацией их эксклюзива, конкурентоспособных игр по типу там, как на плойке, это не особо двигает компанию делать лучше. Типа, ну, на халяву и так схавают. Забавно то, что при 3 или при очередном анонсе действительно масштабных игр именно на Xbox по типу Новый Форзе, Хеллблейда, Фейбл и так далее, я почему-то не вижу, чтобы кто-то воротил нос или как-то сильно расстраивался. Типа, ой, блин, опять анонсировали графонистый Хеллблейд 2. Ай, ну как же так, я ждал какой-нибудь Пэнтимет или Астас Флос. Ай-яй-яй-яй-яй. При анонсе таких игр все начинают радоваться и говорить, что вот, наконец-таки Фил побеждает. Ну, вы поняли, наверное, что в этой теме есть очень большое лицемерие просто от отбитых фанатов, но это факт. И знаете, проблема в играх Xbox, она действительно есть. Да и в целом у их стратегии есть проблемы, которые бы неплохо бы решать. После просмотра видоса XBT, как бы их там не хейтили, во многих вещах я с ними остался согласен. Исходя из обсуждений на стриме, когда мы это все смотрели, я вижу, что действительно много обладателей консолей Xbox в последнее время стали задаваться подобными вопросами, а именно, Фил, а где игры? Те, кто такими вопросами не задается и активно топит за защиту подразделений Xbox, по большему счету, на мой взгляд, это челики, которые просто либо только подошли к этому сообществу, и у них есть куча непройденных игр, и им все равно на эти вот новинки, которые выходят. Ну, либо те, кто любит консоль просто из-за халявы, ибо, по сути, это единственный такой глобальный плюс, который остался у Xbox. Если вы вдруг со мной не согласны, то представьте, сколько бы защитников в миг бы растворилось после закрытия покупки с других регионов. Ребят, в СНГ любовь к Xbox, если бы это произошло, пропала бы практически мгновенно. Ибо, когда недавно случилась вот эта проблема с добычей кодов с Аргентины и Турции, уже стали поливать Xbox говном. И, кстати, в последнее время вижу, что многие перебираются на ПК из-за этого. Многие, покупая Xbox, даже не знают, какие у него есть эксклюзивные франшизы и в какие игры поиграть. Но зато знают, что есть Аргентина, и через нее покупать дешевле. Это неплохо, просто это показывает отношение пользователей консоли. Просто, чтобы вы понимали, к Майкам не было бы претензий, если бы не их обещание. На том, что там, не знаю, много всего крутого нас ждет, и что каждый год будет лучше предыдущего, ну а также их покупка в студии. Студии дофига, игр нифига. Окей, я знаю, что многие скажут, что игры быстро так не делаются. Беседку только недавно купили. Но, извините меня, у них куча студий, которые делают игры, но результата пока нет. Даже скриншотика никакого не выкладывают. А, в принципе, могли бы. Вот Sony, к примеру, никто не помешал в этом году сделать что-то для своих игроков. И даже после пандемии они выдали игры своим пользователям. Хоть и ремейки, и хоть, ну хотя бы что-то. На днях, кстати, прошло шоу The Game Awards, и честно, я ожидал, что там хоть что-то тоже заносит для Xbox. Выдадут геймплей, покажут CGI. Я ожидал хотя бы минимального. Но, посмотрев это шоу, если честно, я почему-то чувствовал себя даже немножко ущемленным, ибо ничего эксклюзивного для Xbox показано не было. Nintendo показала, Sony показала, Xbox лишь запустил три рекламы подписки Xbox Game Pass, но об этом я более детально выскажу чуть-чуть позже. И поверьте, там тоже не все так круто. Конечно, стоит признать, что некоторые показанные игры на шоу попадут в геймпасс, спасибо за это, но когда ты уже долгое время не получаешь чего-то реального годного, и что-то на уровне никому не нужных проектов от Sony, ну реально становится обидно. Стоит отметить, что Xbox видит всю подобную проблему, и уже глава по маркетингу уверил, что нам осталось потерпеть еще немножко, и 23-й год будет просто невероятный. Ну, видимо, как и все остальные. По слухам, кстати, майки планируют в ближайшие три месяца провести свое личное шоу, где якобы они должны показать все-таки результат своей работы. Вроде они могут рассказать о дате Hellblade, и якобы сейчас у них в подразделении активно обсуждает это, когда выпустить данные проекты. Но вся вот эта история почему-то уже воспринимается как истерика, мол, что же делать? Наши клиенты требуют от нас игр, надо что-то сделать. Когда такая спешка, если честно, ничего хорошего чаще всего не происходит. Исходя из опыта Hellinvent, я очень надеюсь, что они все-таки получили большой опыт и больше так не облажаются. На мой взгляд, подобный ход действительно должен порадовать игроков Иксбокса. Ибо уже все-таки пора показывать игры, а не только их делать и показывать CGI, который может вообще не иметь ничего общего с игрой. Будет ли это презентация или нет, без понятия, но поживем, увидим. Не могу, кстати, не упомянуть сделку слияния Microsoft и Activision Blizzard, ибо ее ставят как одну из теорий о том, почему все-таки игр нет. Ну, потому что якобы сестудия, наверное, занимается этой сделкой. И честно, смотря на комментарии, я понимаю, что обладатели Иксбокса даже не понимают цели этой сделки, а цель как раз-таки расширения ПК и мобилок, именно для подразделения Иксбокса. И о каких-то преимуществах в сторону консоли не говорят. Ну, кроме, наверное, как колды в геймпассе. Но это тоже под большим вопросом. И как раз вот эта вот тема развития консоли, она очень тесно связана с рекламными роликами на TGA. Глядя на них, во-первых, можно заметить, что в 23-м году нас ожидает ровно все то же самое, что, по идее, нас должно радовать в 22-м. Ну, круто, да? Там показали даже 2 секунды геймплей Сталкера. Спасибо за это, который, походу, вообще не существует. Показали Redfall, Starfield. И, кстати, это все бесконкретной, опять же, дат релиза. Но самое интересное для меня просто удивительное, это то, что в этой рекламе не было самой консоли Иксбокса. Вообще нигде. И это отчасти меня, опять же, подталкивает начать верить в теорию о том, что Иксбокс как консоль со временем она может просто раствориться, стать ненужным и начать уже существовать не как консоль, которую мы любим и обсуждаем по сей день, а просто как облачный бренд, как подписка. При слове Иксбокс лично у меня всегда ассоциируется какая-то коробка, которая запускает игры. Но, исходя из пиара Microsoft в последнее время, они хотят, ну, видимо, уйти от этого и сделать этот бренд очень расплывчатым. Если вам кажется, что эта теория крайне бредовая и все в этом духе, то на самом деле это происходит уже сейчас. Microsoft неоднократно заявляла, что сама продажа консоли им денег не приносит. Их основной заработок это как раз-таки подписки, внутренние покупки с Microsoft Store и так далее. Конечно, стоит учесть, что новый Иксбокс все-таки будет, он уже по слухам в разработке, но эти устройства, возможно, будут чисто для галочки, чтобы не потерять часть консольщиков, которые привыкли к этой стратегии. Если вы даже посмотрите на то, как Иксбокс серия спрыгнул после Иксбокс Фан, то вы поймете, что это просто одинаковые консоли. С одной и той же системой, практически с одним и тем же геймпадом, но с разным железом. И после просмотра рекламы, я понял, что им даже уже не так важно продать консоль Иксбокс, поскольку они сейчас пытаются продать именно подписку. Всеми возможными, кстати, путями, ибо ключ заработка с бренда Иксбокс именно в этом, в подписке. Это, кстати, неудивительно, если вы посмотрите на все продукты Microsoft, которые дают им огромные деньги, это практически все как раз таки, те же самые подписки, офисы, система винды, сервера Азур, но не устройства. И это также отчасти может подтвердить данную теорию. А зачем они тогда покупают студии и так далее? Все так же ради наполнения подписки. Просто раньше Иксбокс существовал как консоль, которую нужно было купить и сидеть на ней, и за счет этого в майке получали денежку. Сейчас же Microsoft смотрит куда шире и понимает, что денег они могут получать абсолютно со всех устройств, и для них нет смысла привлекать всех именно на консоль. Телефоны, ПК, даже телевизоры теперь способны проигрывать игры от Иксбокс через облако. И в этом плане реально задаешься вопросом, а зачем тогда консоль? Если ты можешь пользоваться самым главным преимуществом, а именно подпиской Иксбокс Геймпасс практически везде, и опять же без консоли. Многие, кстати, осуждали PlayStation за то, что она не позволила внедрить в свою систему подписок Геймпасс. И если бы это произошло, вы задумаетесь, а зачем тогда вам был бы нужен Иксбокс? Потому что есть подписка на плойке, да, там будут все эксклюзивы Иксбокса, и у вас будет, по сути, на этой консоли все, и вам не будет смысла покупать Иксбоксы. Типа, в чем тогда прикол? Поэтому в последнее время мне реально больше кажется, что подразделение Иксбокс, сам Иксбокс как консоль, она уже особо не нужна. Я просто, знаете, вспомнил времена, когда они каждый раз выпускали видео про обновления, делали в системе контент, выкладывали туда лучшие моменты записанных роликов, создавали клубы, создали аватаров. Ну, на самом деле, немного чего сделали для того, чтобы вы просто купили Иксбокс и тусовались только там. Сейчас просто цель подписка. Вы, к примеру, не задумывались, почему игры, которые пиарятся под брендом Иксбокс, такие как Flight Simulator, Gears Tactics, они выходят на ПК сначала, а потом на консоль. Вот вы задумаетесь, на самом деле, над недавним Вархаммером. Почему он пиарится под брендом Иксбокс и, по идее, должен выйти одновременно на консоль и на ПК, но сейчас он выходит только на ПК. И когда он выйдет на Иксбокс, вообще непонятно. В подписку Xbox Game Pass добавили даже Death Stranding. И лично из-за этого я давным-давно уже не вижу какого-то преимущества именно в консоли. Я прекрасно понимаю, что многие покупают консоли из-за удобства, но вот чему-то майки в последнее время, они не снащают какими-то плюшками саму консоль и как бы тему про это. Давайте посмотрим на то, как две компании бьют за то, какую консоль вы купите и где вы будете дальше покупать игры. Если же та же плойка даже в мультиплатформе добавляет эксклюзивных персонажей, режимы, скины, дает какой-нибудь двойной опыт в той же колде, Иксбокс этого уже не делает. О чем речь, если Майксофт даже при самой мощной консоли в мире допускает, чтобы на их платформе была не самая лучшая оптимизация? Да тот же случай с протоколом Калиста. Воспомните дёрт, который пиарился под брендом Иксбокса, когда он вначале реально был хуже выглядел, чем на плойке. Посмотрите даже на подписку онлайн, сравните последние подборки Иксбокс Лайф Голд и Плейстэшн Плюс. Вы должны понять, что майки опять же не нацелены на тех, у кого есть Иксбокс, даже у тех, у кого есть подписка Иксбокс Лайф Голд. Для многих это опять же может не особо быть важным критерием в выборе, но это показывает опять же отношение команды Иксбокс к их пользователям консоли. Ну разве не так? Вообще данная стратегия, она неплохая, она возможно принесет успех команде Иксбокс, но к этой стратегии я привыкнуть не могу. Я консольщик, и мне всегда нравилось, когда компания делает все для того, чтобы время провождения именно на их консоли просто было ярче и круче. Но уже долгое время понимаешь, что Филу сейчас не важны обладатели конкретно консоли Иксбокс, им сейчас важны обладатели подписки Иксбокс Геймпасс. Кстати, с ним мне тоже кажется, произойдут некие изменения, если вдруг у них там что-то поменяется в планах или результаты их не удовлетворят, первым же делом, мне кажется, либо изменится цена на подписку, либо же будет минус конвертация. Ибо за все в этом мире нужно платить. И Фил, кстати, в целом уже сделал некий шаг к этому, а именно к увеличению стоимости эксклюзивных игр, прикрываясь это неким растущим качеством, которое никто не видит, как и самих игр, но это уже другая история. Поэтому, к сожалению, год вышел для Иксбокса не очень, вот такая вот обстановка. Обязательно пишите ваше мнение насчет всего происходящего вокруг этого бренда, насчет этой консоли. Если вдруг видос понравился и вы согласны с моим мнением, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока.